Шрила Бхакти Вина Такур пишет, пропавлено Джованам Витаму, в главе 5, нектар слов преданных, сатасанди джара джара тава эва, тара э калэ вара, в мескосуете наше бренное тело, как кукла, что пляшет на сотне нити, ее вскоре ждет беспощадная смерть, что ныне цветет, примет облик ужасный из пекла навоза червей и костей, любить и лелеять его заблуждение. И нас постоянно со всех сторон бомбардирует огромный массив информации, который противоречит этому. Социальные сети, Инстаграм, Фейсбук охватила селфи-мания, и даже наши друзья, которые, казалось бы, должны понимать, что и что, игнорируют это. Пожалуйста, напомните нам об этой простой истине. В этой связи я вспоминаю то, что сказала однажды моя двоюродная сестра моей матери. Моя кузина была прекрасной молодой женщиной, она была актрисой, певицей, эстрадной исполнительностью. Однажды она сказала моей матери, «Тетушка Роза, давайте станем рассматривать фотографии, сделанные в период нашей молодости, когда мы обе были красивы». И в этом заключена суть того, о чем мы говорим. Да, Бактивино Таккури пишет в разных своих произведениях об этом. И даже современные поэты это понимали, но они делали акцент в одном месте. В одной из поэм, принадлежащих Перу Томаса Нэша, под названием «Литания во время чумы», она написана сотни лет тому назад, Нэш пишет, «Увянет краса, словно пышный цветок, под сетю морщин в свой назначенный срок, и свет угасает в потемках ночных, и смерть похищает принцесс молодых». Так было сотни лет назад, тысячи лет назад. Происходило одно и то же постоянно. Если вы посмотрите на игры Рукмини и Кришны, когда она пишет Кришне письмо и умоляет Его похитить ее, видя, что это единственный выход из тех кармических обстоятельств, с которых она оказалась, и она передает письмо через Брамина. Один из слогов это «Срут-ва-гу-нан-бху-вана-сундара-шрин-батам-тэй-нир-биш-я-карна-виварай-харатонга-тапам-руппам-душам-душам-душиматам-акилар-талабам-твай-ат-чута-ври-шати-чат-чат-рам-упат-трапам-ме». В одной из слог этого письма она говорит, «Теперь, когда я услышала о тебе, Нама-рупа-гун-а-лила, я смогла понять, благодаря услышанному о тебе, что ты самое прекрасное, что существует в мире». Это словосочетание «Бу-на-сундара» переводят как «самое прекрасное из всего, что существует в мире». Можно сказать, что Гришна не принадлежит этому миру. Да, но это такое лишь поэтическое выражение. «Самое прекрасное в этом мире». И то впечатление, которое приходит благодаря слушанию о нем. Рупа-образ порождается звуком. И далее пишет она, «Когда я вижу твою прекрасную форму, я чувствую, что я обрела все, я чувствую полноту удовлетворения, и теперь я, потеряв всякий стыд, умоляю тебя похитить меня». Это одна из шлок. А другая шлока гласит, она говорит, «Обретя видение тебя, Кришна, который столь прекрасен, сладостен, очарователен, твое тело празднество для очей» и так далее. Она говорит, «Та, которая увидела тебя, кто может принять мужчину, состоящую из плоти, крови, гноя, желчи, слизи, воздуха, мешка, наполненного всем этим, кто может принять этого мужчину в качестве альтернативы тебе?» На днях мы говорили о Шанкарачаре, одно из его известных высказываний, он говорит, «Я даже не знаю, как передать его слова. Я попытаюсь передать Шанкарачарю, объяснить мысли Шанкарачарей словами Гуру Махаража. Гуру Махараж представлял это иначе. Он говорит, что Шанкарачаря заявляет, «Все, что привлекает тебя, это лишь набор сочетания плоти и крови». И действительно, мы знаем, «Если снять с груди кожу, то зрелище будет не слишком привлекательным». Я думаю, я предполагаю. Хотя обязательно кто-то скажет, «Во всем можно видеть красоту». «Да, да, хорошо». Но в большинстве случаев, как правило, внешняя красота не глубже кожи. Как говорится, красота обманчива. Достаточно снять слой кожи, и когда вы увидите, что кроется под ней, вы поразитесь с того, потому что пристанет вашему взору. Даже писатель, скажем, Джонатан Свифт, который написал книгу «Путешествие Гулливера», услышав это имя, все сразу замечают, «Да, мы знаем великаны, лилипуты». Это только одна история, в которой Гулливер, великан, пребывает в окружении лилипутов. Это поэтическая сатира. Я не собираюсь сейчас давать урок английской литературы. Но там есть известный эпизод в этой книге, где он тушит пожар в замке лилипутов. Но это происходит в одной стране, а Гулливер совершил четыре путешествия. И другая история повествует о том, что он оказался лилипутом, в стране великанов. И все они оферованы этим маленьким говорящим человечком. И у царя этой страны есть дочь, 16-летняя девушка, принцесса великанша, и ей дарят Гулливера на день рождения. И очень забавляет это крохотное существо, она кладет его себе на грудь. И в этом заключается элемент юмора, как известно, большая грудь – предмет мужского выразделения. Но когда она становится настолько гигантской, она теряет для прохотного человечка всякую привлекательность. Даже писатели обыгрывают субъективность восприятия с позиции здравого смысла, чтобы заставить людей задуматься. Прабхупад рассказывал историю о так называемой «жидкой красоте». Это была известная пьеса, в «Исконы» и «Преданные» любили эту пьесу ставить. Мужчина был очарован красотой женщины, но женщина это унижала и тяготила, и ей хотелось охладить его чувства, и она на протяжении двух дней принимала сильное и слабительное рвотное средство. Ее тошнило, и все, что из нее извергалось, она собирала в горшки. И когда он наконец пришел с ней увидеться, то он не узнал ее, настолько она подвернела. Он спросил, «Как зовут тебя?» «А где та?» Она ответила, «Это я есть». Он заявил, «Нет, нет, она была совсем другой». Женщина объясняла ему, «Это я есть, поскольку ты был очарован моей красотой, я отделил ее от себя и собрала в эти горшки». Поэтому эта история имеет название «Жидкая красота». Это одна часть уравнения. Но Гуру Махараш очень великодушен и реалистичен. Он говорит о субъективном и объективном аспектах. Он говорит, «Ученые испортили Луну». Он в известном смысле шучит. Они испортили Луну. Почему? Потому что раньше в поэзии присутствовало множество прекрасных описаний Луны. Мы знаем, в поэзии о Кришне Кришну описывают как Мухачандру и другие чандры, то есть Луна. Чандра означает Луна. С ней связано множество эпитетов. Луна Лики – прекрасная Луна. Медовый месяц. Одним словом, Луна всегда была предметом любовной поэзии, лирики. Но Гуру Махараш сказал, «Ученые испортили это». Потому что одно дело – субъективное восприятие, а когда ученые полетели на Луну и привезли туда образцы лунного грунта, песка, то все были в большом востоке, когда их увидели. Эти образцы были выставлены на всеобщее обозрение, и в них не было ничего особенного. Поэтому он сказал, «Они испортили Луну». Затем Гуру Махараш сравнил это с женской красотой. «Если мы разрежем, препарируем женское тело, что мы обнаружим на столе для препарирования, это и есть все, что нам следует изучать, или все же следует обратить взгляд в другом направлении, посмотреть в одну сторону. Та власть субъективного аспекта женской красоты, можно также сказать, и мужской, но продолжая нашу тему женской красоты, она существует. Это не значит, что там ничего нет. Прабхупат рассказывал, как однажды в Бомбее, в Болливуде, к нему пришла прекрасная кинозвезда. Многие из них, как мы знаем, преданные Кришны. Можно сказать, большинство из тех, кого вы видите на экранах им известного Кришне, о Радхе и Кришне, они выросли на этом. Она хотела повидаться со С вами же и получить от него благословение. Это красавица, болливудская кинозвезда. И все мужчины остолбенели при виде этой красавицы. И даже после ее ухода никто не мог вымолвить и слово. И Прабхупат прекрасно понимал, как они себя чувствуют. И он заметил, мы отличаемся от Майавади. Те бы сказали, красивая женщина – это просто иллюзия. В этом нет ничего реального. Таков их взгляд, так они на это смотрят. Но подход вайшнавов иной. Они видят перед собой прекрасную женщину, осознают это, но не предпринимают никаких действий в этой связи. Это красивая женщина, но не более того. Как Гуру Махараш сказал, красивая женщина также может заниматься служением Кришне. Ее красота никоим образом не должна понизать ее шансы обрести служение. Гуру Махараш сказал, скорее мы, скажем так, покинем этот мир. Господа ученые, мы предпочитаем жить в субъективном мире. Иначе говоря, что я хочу сказать, все это в конечном счете можно понять. Но мнить себя центром вселенной это ущербное мышление. Мы менее всего годимся на эту роль. Скажем, Кришна действительно является абсолютным, центром всего сущего и так далее. И Ему позволителен подобный образ мысли. И то, что Он говорит. Он говорит все это. Это Его право. Иногда Шива Гуру Махараш отмечал, Кришна бесстыдна, беззастенчива. Без тени и смущения убеждают Арджуну. Я говорю тебе ради твоего блага. Я абсолют. Я все и вся. Он нисколько не смущается, делая подобное заявление. Это можно простить тому, кто действительно является абсолютным центром, но не всем остальным. Для всех остальных подобная позиция проблематична. Это порочное наследие гуманизма. О нем говорил Александр Солженицын в своем гарвардском обращении «Расколотый мир», где он назвал идеи гуманизма, а это было задолго до Фейсбука и прочих подобных вещей, «губительным отклонением в эпохе просвещения». Это перевод на английский, я не знаю, как это звучит в оригинале, на русском. «Губительное отклонение эпохи просвещения». И о чем он говорит об эпохе просвещения? Какая ирония. Именно тогда, по его словам, Бог был смещен с позиции всеобщего центра и на его место был водружен человек с большой буквы. Человек с большой буквы, как центр всего и мери во всех вещах. И со временем появилось множество желающих занять это положение. А потом и женщины стали интересоваться, а что по поводу нас. И через 200 лет они так уж и быть согласились причислить к ним и женщин, раз такое дело. А после женщин пошло-поехало, дают права не только белым, но хорошо-хорошо у всем всех. Потом вошли к легендерные вопросы и так далее и тому подобное. Каждый хочет получить возможность быть центром вселенной. «Я правду». Как я уже говорил, все это гуманистические лозунги, они особенно вызывающие наглые в рекламе. «Мастеркард». «Управляй возможностями». Или «Найки», просто сделай это. А если совесть подсказывает тебе воздержаться? «Нет, просто сделай это». Почему? Потому что ты номер один. Итак, ты номер один, просто сделай это. Ты рулишь, ты центр своего мира, своей вселенной. Действуй в своих интересах. «Мне нравится Лореаль». Почему? Потому что я этого достойна. Но самый вызывающий лозунг, какой я только слышал, был у одной американской торговой фирмы. «Все позволено, никакой вины». Такой маркетинг. «Все позволено, никакой вины». Почему? Потому что я этого достоин. Я номер один. Я рулю. Только проблема в том, что вы не номер один, вы не, так сказать, рулите, и вряд ли вы этого достойны. Возможно, временно достойны, но ненадолго. дети думают о себе как о центре мироздания. общеизвестно. Джива Госвами пишет, «Бывает, что Кришна открывает ребенку в лоне матери знания о ста последних воплощениях». Представьте, иногда с позиции сознания Кришны мы не акцентируем на этом внимание, поскольку с гуманистической точки зрения это породит романтические фантазии людях, увлекающихся идеями Нью Эйдж, о том, как, например, я была принцессой, когда на самом деле она была свиньей, питающейся испражнениями в каком-то захолустном городишке на краю света. Но они всегда мне от себя принцами или принцессами и тому подобное. Опять же, идея собственного величия вот что заставляет их думать о себе в подобном ключе. губительное отклонение эпохи просвещения оно приводит к тому, что человек с большой буквы в извиличенное до положения центра делается мерилом всех ценностей. Кто-то написал статью «Контекст без контекста» о поколении людей, которым важно лишь то, что интересно и понятно исключительно им и их друзьям. их не интересует история, то, что было до. Только мы, наша группа, у нас собственный жаргон и собственные представления о мире. Чем-то это напоминает реальность, но если нет, то, опять же, возникает проблема. это повод задуматься. Все это можно понять. Люди желают делиться событиями своей жизни с другими. Таково слость человеческой природы, интересоваться, спрашивать, как ты, а ты, расширение своего я, своей семьи, друзей. Но вместе с тем не следует обходить внимание события не из веселых. А что, когда кто-то умирает? Мы должны подумать об этом в Фейсбуке. Что делать, когда кто-то умирает? Что делать с его аккаунтом, с постами на его страницах? Они хотят как-то решить этот вопрос, но так, чтобы не разрушить иллюзии остальных. Дела не всегда будут идти хорошо. Если вы живете в мире рождения, смерти, старости, болезни, любое рождение в этом мире не такое уж радостное событие, и не каждое рождение заканчивается счастливо для матери или ребенка. Того, кто приходит в этот мир, ждут болезни, старения. Однажды человеку приходится с болью принять тот факт, что мир изменился, что в нем царит культ юности, юность в этом мире стала эквивалентом самого ценного. Что вы будете делать, видя, что уже не молоды. Когда приходит боль от осознания того, что приближается старость. Люди старели и раньше, но сейчас это стало намного больнее в мире, где так высоко ценится молодость. По наблюдениям социологов еще сто лет назад или даже меньше. Молодым людям хотелось выглядеть старшим. Сейчас все наоборот. Люди зрелого возраста пытаются сойти за молодых. это парадокс, но так оно и есть. Это значит, что старение, с которым во все времена было трудно смириться, стало особенно тяжело принять сейчас в мире, где столько внимания уделяется тому, чтобы быть молодым. так что же говорить о смерти? Как сказал гуру Махарадж, не думать о неизбежности смерти, отрицать ее, трусость. Бхак-Тивино Такур писал, что в конце концов ждет это тело? Что с ним происходит? Все, что связано со смертью, невыносимо для нас. Что уж говорить о размышлениях на эту тему, сталкиваясь с ней, мы испытываем крайнее беспокойство. Есть такое ведическое выражение «смашина вайрагья», чувство отрешенности, которое посещает нас на похоронах или произвестие о том, что кто-то оставил этот мир. Но оно недолговечно. И Бравхупада любил цитировать эти строки с Бхагаватом. Ясиатма буддхи куна пе тридат тукэ свадид калатрад дишу бома иджиди ятирта буддхи шалиле накархат чид jane 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 abhigye shu saeva gokara pridatu означает три элемента того, кто принимает тело за себя самого атма буддхи чидат тукэ и свадид калатрад wife children family жена дети семья бома иджиди для кого свято место его рождения. приметательно, что куда бы вы ни приехали в этом мире, вам всюду будут говорить, что вы находитесь в самой лучшей в стране. Я столкнулся с этим везде, где только бывал. Это факт. Где бы вы ни оказались, вам скажут, что лучше этой страны не существует. Если только рядом не будет приезжего, от которого вы узнаете, что лучшая страна на самом деле его. То есть это национализм. И мы видим порой, как это глупо, потому что то, что было свойственно определенной нации сто или скажем двести лет тому назад со временем изменилось, исчезло, сошло на нет. Это означает, что проецирование своего «я» вовне. Отождествление его с внешним порождает все многообразие внешних тождеств, внешних особенностей. Отождествление с внешним становится сутью и образом «я». вы отправляетесь к святым местам не для общения с истинными вовснагами, а для того, чтобы посмотреть достопримечательности. «яне шу абхи ге шу са э ва го кара». Здесь «кара» означает «осел». Такой человек ничем не лучше коровы или осла. И сразу возникает вопрос, почему коровы? Мы их любим, и Кришна любит коров. Почему в этой шлоке коровы не прославляются? Смысл ее в том, что когда у коровы рождается мертвый теленок или он гибнет, корова лижет его, она продолжает с любовью вылизывать, его, но теленок мертв. Это очень тяжело. И это именно то, что мы делаем. Вся эта так называемая любовь, подобно тому, как мать-корова вылизывает мертвого теленка. Вот что это значит. Счастлив, счастлив, счастлив я всегда. можно ли сказать, что-то более депрессивное? депрессивное? Но почему же мы смеемся? Мы столь же виновны, как и все остальные, виновны во всех этих вещах. Но милостью нашей гуру-варги, саду-шастры, гуру-вайшнава, у нас есть представление о том, что возможно другая жизнь. В молитве Гуру Махараджа к Бхакти Виноду Такуру есть строчка, которую Сагара Махарадж перевел так, вся эта семейная любовь это грандиозный обман, мистификация. Харе Кришна, в ней нет ничего существенного в конечном счете. Никакой сути. Когда я был молодым преданным, я попал в больницу, а мой брат был врачом, молодым врачом. Он пришел в больницу навестить меня, а до него ко мне пришли преданные. Они принесли прасадам. Мы шутили, смеялись, веселились. И тут вошел мой брат. Все сразу заторопились, нам пора уходить. Я повернулся к брату и он сказал, я не понимаю, только что вы со своими друзьями шутили, смеялись, но пришел я, и все вдруг стали серьезными. Я ответил, с тобой не над чем смеяться. И он сказал, но у него хорошее чувство юмора. то есть это не значит, что мы должны быть черственными по отношению к детям. О, эти дети, маленькие мешки с испражнениями, от них воняют, они несносны, по себе играют где-нибудь там, подальше. Я хочу сказать, что в некотором смысле это правда, но они милые, прелестные мешки. Мы знаем, какие они, особенно в первые два года, но что я хочу сказать, все равно у нас будет обычная, как и у всех людей, привязанность к семье и друзьям, но за всем этим должно стоять определенное философское понимание. Я помню, как однажды, когда мне было приблизительно 13 лет, я разговаривал на кухне с матерью. Она что-то мыла в раковине и говорила со мной, и вдруг мне пришло в голову, это немного жестоко, но я подумал, «Эта женщина разговаривает со мной так, будто знает, кто я». Мне показалось это забавным, но в то же время стало чуть страшным. Затем я подумал, что просто много лет не вглядывался в лицо матери. Я стал пристально смотреть на нее и подумал, «Боже мой, кто это?» Наверное, это свойственно переходному возрасту. Мне подумалось, что все эти дружеские отношения, разговоры на протяжении многих лет, и ведь сущность на некоем другом уровне мы в действительности даже не знаем друг друга. мы находимся в непрочном, неустойчивом положении, поскольку у нас есть семья, друзья, мы связаны родственными, дружескими узами, и поэтому нам нужно поддерживать с ними обычные, нормальные отношения, но в то же время мы должны оставаться верными сознанию Кришны. И в идеале, если они в какой-то степени принимают сознание Кришны, тогда все образуется наилучшим образом. Иначе мы можем оказаться в сложной ситуации, когда, выражаясь словами Гуру Махараджа, у нас еще есть кармические долги, и нам приходится их отдавать, храня в сердце верность концепции Кришны. И все же у нас есть надежда. Мы не можем запретить преданным и их детям быть частью современного мира, но насколько возможно, нужно жить так, чтобы Кришна был центром всего. Я отметил в Гурадеве интересную особенность. В путешествиях по миру его очень много фотографировали. Он просил показывать ему фотографии, и когда на них рядом с ним никого не было, то эти фото его не радовали. Правда, они не делали его несчастным, они просто не производили на него особого впечатления. Ему нравились те фотографии, где он проповедует в аудитории полной людей. Он любил их всем показывать. Просто фотографии с ним, где он так сидел или стоял. Да, хорошо, но он хотел видеть комнату, аудиторию, заполненной людьми. Почему вы не показываете всех тех людей, что слушали меня, когда я так сидел или стоял? думать о себе как о центре всего нездоровом. все мы знаем, что делает славу с кинозвездами, музыкантами рок-н-ролла. Когда вы постоянно в центре внимания, в этом нет ничего хорошего для вашего эго. в духовной жизни, в ее основе, нам говорят, лежит смирение, и так далее. Как можно выразить смирение? Один из способов сказано, сознавая, что ты находишься рядом с великим, признавая, что кто-то или что-то выше тебя. Это прекрасно. И в присутствии Божественного это чувство не покидает тебя ни на миг, становясь глубже и глубже, потому что ты имеешь дело с безграничным. Когда ограниченное сознает близость безграничного, саду, шастер, гуру и вайшнавов, оно испытывает вдохновение, прилив сил, жизни. Но если ограниченное ставит в центр Вселенной себя, то это жалкое, незавидное и в высшей степени шаткое положение. пратиста, обычно означает славу, известность. Это самое худшее, что только может быть преданным. Влечение канак, камень и пратиста. Канак означает деньги, камень и, как правило, означает женщина или противоположный пол. из этих трех первые два проявления очень опасны, но говорится, что третье пратистха, наихудшее. Известность и слава или выражаясь, иначе выдвижение себя вперед не сулит душе ничего хорошего. Но в современном мире уже стараются не использовать такие слова, как скромность, добродетель, смирение. По мнению литературных критиков, они встречаются все реже и реза, и авторы уже заключают их в кавычки и сопровождают пояснениями. Чтобы, не дай Бог, эти слова не поняли в их изначальном истинном смысле. Никому не хочется показаться искренним. когда мужчина самоуверен вплоть до агрессивности, молодым женщинам это нравится. Так и надо. Если вы хотите состояться в этом мире, будьте агрессивны и самоуверенны. Можно сказать, это всего лишь часть современного мира, однако, здесь есть повод задуматься. если феминизм это прекрасно, я имею в виду равенство женщин с мужчинами, но когда он оборачивается другой стороной, дефеминизацией, утратой, женственности, то это уже печально, и так происходит со всем. Гуру Махараж выразил этот принцип в одной интересной фразе «Свобода для чувств или свобода от чувств?» «Свобода для чувств» звучит более привлекательно. Именно «Свобода для чувств», потому что люди считают, что до тех пор, пока их чувства сдерживаются, они не могут полностью выразить себя. Поэтому они думают, что им нужна свобода для чувств, потому что только так можно достичь полноты самовыражения. Ведический взгляд на этот вопрос таков. Свобода от чувств быть рабом своих чувств – это не значит быть хозяином. Какой вы хозяин своим чувствам? Это положение обманутого хозяина – быть рабом ума и чувств. Поэтому для того, чтобы выразить себя, необходимо стать свободным от чувств. Но это легко сказать, как устоять от соблазнов в мире с его лавиной развлечений, обещающих свободу, самовыражения как средство достижения высшего счастья. Поэтому здесь никого не нужно принуждать. человек должен сам прийти к пониманию того, что все это поверхностное, пустое, внешнее, как говорится в шлоке прохлады. Здесь говорится оболочка. Мы живем в краю риса. Зерно риса сверху покрыто оболочкой. Бхагаватам 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 приводит пример. Если вы обрушаете рис, как называется его сердцевинная часть, у нее есть название. Не ядро, я забыл это слово. И вот перед вами отселенные оболочки. Что мы делаем? Мы берем эти оболочки и пытаемся что-то из них извлечь. Там ничего нет. Вот в чем проблема. Мы используем внешний подход, пытаясь удовлетворить внутреннюю потребность. Вот почему этот способ мышления ущербен. Мы думаем, что приобретая, подчиняя и потребляя вещи, которые по своей природе ниже нас, мы обретаем полноту бытия и сможем выразить себя и станем жить счастливой жизнью. Но необходимо пересмотреть, изменить подход, предложив себя служение чему-то бесконечно более высокому, чем мы сами и тем самым обрести путь к достижению высшего счастья и полного самовыражения. И здесь может иметь место конфликт, столкновение между Кришна-концепцией и иллюзией Майи. Мы должны быть сострадательны. В мире иллюзии, где нам представляют неискончаемую череду чарующих иллюзий, что иное может помочь человеку, как не установление связи саду-шастрой гуру и вайшнавами. Бхаги-ван означает очень удачливые души. Но удачливы они тогда, когда обретают связь саду-гуру и вайшнавами Кришной через его посредников. Гуру Махраш сравнил их прежнее существование с погруженностью в океан невежества, на протяжении многих жизней. И когда такая душа выходит на берег истины, толкнуть ее обратно в пучину невежества, самое ужасное, что только можно вообразить. Мы меньше всего хотим кого-то обескураживать. мы стремимся привлекать людей, представляем нечто более высокое и желанное, и тогда вкус к низшему исчезнет сам собой. это значит, что нам придется выдержать конкуренцию. Вот почему создана теистическая медиа-студия FullDom Pro. Мы должны производить некий контент, и в нашем распоряжении есть все средства для распространения. Поэтому у нас не может быть никаких оправданий. если мы производим духовно значимое содержание и возможность некоторой развлекательной подачи, и для этого у нас есть необходимое оборудование, технологии, распространение, доставки этого содержания каждому, тогда нам некого винить, кроме самих себя, за то, что Кришна прекрасная реальность, самая привлекательная. Как сказал Рукмини, после того, как я услышал о тебе, ты самое прекрасное, что только существует в мире, и я понимаю, для чего нам даны глаза и чувства. Поэтому мы не хотим навлечь на себя обвинение в том, что создали преграды и препятствия потоку красоты Кришны к другим. Мы должны на деле проявлять сочувствие и подавать нектар на золотом блюде. таков путь Гаудио. Гуру Махарадж рассказывал, на этом я завершу, как однажды они проводили программу где-то в Бангладеш, и вышло так, что заранее там никого не предупредили. Когда они прибыли, ничего не было готово, и Гуру Махарадж со своей группой должен был найти, как я понимаю, звукоусилители, приготовить еду, поставить пандала, одним словом, сделать все. И они все сделали. Они провели киртан, Гуру Махарадж прочитал лекцию, затем снова был киртан, раздали просадам, и в конце концов, как он рассказывал, один пожилой человек встал и, обернувшись к другим, воскликнул, это Гаудия Матху. Они сделали все, а мы не сделали ничего. Они пришли сюда и подали нам нектар на золотом блюде. В его словах был одновременно упрек остальным и благодарность Гуру Махарадж и его группе за то, что они для них сделали. Поэтому мы признательны за то, что у нас есть все необходимое для поддержания связи с огромным числом людей. У нас есть страница в Фейсбуке, Инстаграме, мы используем лайвстрим. Однажды Сараслати Такуру сказали, почему Саду используют современные технологии? Они не должны этого делать. Он ответил, на самом деле только они должны пользоваться всем этим. Только у них есть на то законное основание. поэтому на нашей стороне право использовать те же технологии, чтобы устанавливать связь со всеми и с каждым. Это чудесно. Мы можем быть здесь в относительно удаленном месте мира, и большинство даже не догадывается, где мы, говорим. И мы тоже не всем об этом говорим. Но, тем не менее, у нас есть возможность поддерживать связь со многими странами, с аккаунтами в социальных сетях, и таким образом распространять концепцию. Здесь говорится в зависимости от того, как вы это используете. Это Юктам Вайрагиом Рупа Госламе. Алейка Снамч.